Семейный монстр Буквально неделю назад казахстанцев потрясла новость Об отце, который убил своих троих детей Самому младшему было всего 10 месяцев А после покончил с собой Психологи говорят, что вероятнее всего Агрессия со стороны мужчины в семье была и ранее И если бы были приняты меры То трагедии за большой долей вероятности Можно было избежать В студии итогов обсуждаем с экспертами Бытовое насилие Итак, сегодня у нас в гостях Гульмира Шрахметова, старший инспектор подразделения По защите женщин департамента полиции Города Астаны и подполковник полиции Анна Рыль, директор частного фонда Кургао Астана Максудбек Айтмаганбет Председатель республиканского Общественного объединения Союз отцов Азамат Куримбаев Заместитель начальника управления Профилактической деятельности комитета административной полиции И Лимана Койшиева Психолог-эксперт Член комиссии При Акимате города по делам женщин И семейной демографической политики Также с нами на связи по скайп Находится Динара Закиева Депутат Мажориса парламента республики Казахстан Добрый вечер Как вы нас слышите? Добрый вечер Добрый вечер Вам тоже добрый вечер Сразу хотел бы обратиться к нашему психологу Насколько верны вот эти утверждения Уже постфактум о том, что Все-таки можно было предотвратить трагедию Да, это мы в основном Как получается, что На все это мы оставляем Как бы решиться это все Как бы что люди скажут У нас обычно как Это на менталитет, да, можно сказать И другая еще Я хотелось бы отметить Что в основном И все-таки насколько Насколько вот это утверждение Что трагедию можно было предотвратить Конечно, можно было То есть вы тоже уверены в этом? Да Вот почему мы в основном Говорим много о насилии Чем о доброте и нравственности Мы мало Как бы в этом Сказать на телевидениях Также И можно сказать Вот везде Во всех Мы только в основном И дети Взрослые Мы видим только о насилии Много Это все как бы Идет через наблюдение Это все повторяется Фильмы у нас такие Уже стучающие Там Дети смотрят И взрослые Также Вот я насколько знаю Насчет ужастиков Если посмотреть То наоборот Говорят, что снимает стресс Психологи так говорят Стресс снимает спорт Я считаю Что спорт Также вот Доброе дело Например Хорошие фильмы Добрые Например Есть что добавить Вообще Знаете Я думаю Что наверное Можно было бы Предотвратить трагедию Если бы у нас Наверное Еще работали Службы социального сопровождения То есть Каждая семья Мигранты Переехавшие Малообеспеченные Семьи Сталкиваются С рядом Вопросов И нам нужно Больше социальных работников Которые будут ходить По семьям И выявлять То есть Пришел социальный работник Видит что в семье Есть какие-то проблемы Да Она с ней назревает И пригласил Такую семью в центр Возможно Что если бы они пришли в центр Им бы помогли материально Им бы помог психолог А вот Анна Игоревна Когда вы говорите О социальных работниках Это Как вы себе представляете То есть Она будет приходить В каждую квартиру Стучаться И проверять Или что это будет Да Я не пущу Ну К вам Смотрите Здесь таким образом Мне очень нравится В этом плане Социальная система Германии У них есть Институт Который занимается Институт семьи И есть социальные работники Которые приходят и говорят Вам нужна помощь или нет То есть Да Вы скажете Нет У меня все благополучно Но кто-то скажет Нет Мне нужна помощь И получит эту помощь Есть другой момент Когда соседи скажут То есть У нас еще Видите Есть менталитет Когда за стенкой Что-то происходит Но люди говорят Не мое дело Не это Но там люди сообщают И это помогает Выявлять вовремя проблемы То есть Нам нужно Отойти от вот этого СССРовского Нельзя стучать Нам нужно прийти К тому Что мы должны Говорить о том Что мы видим Проблемы в той или иной семье Мы не стучим Мы спасаем Чью-то жизнь Говоря вовремя Оказывается Многие не знают Что у нас есть Телефон доверия Потому что Ко мне обратились Молодежь Говорит Мы абсолютно не знаем Куда можно Кроме полиции Обращаться Давайте озвучим Телефон доверия Телефон доверия Есть конечно 111 111 Прекрасный телефон доверия При Аманате Он очень быстро Распределяет Звонки Потом можно Пойти в Акимат Можно пойти в поликлинику В поликлиниках Есть социальные работники Конечно Нам нужна информационная поддержка Таких материалов Вот казалось бы Все есть Не работает Не все Трагедия Связи нет И что Вот в чем проблема Нет связи Между вот Вы как считаете Здесь я вот Очень хочу поддержать Анну Действительно На самом деле Большую роль В профилактике В принципе Любого насилия Любой трудной Жизненной ситуации В семье Которая Как мы видим Приводит к трагическим Последствиям Именно Имеет Значение Работа с семьей Своевременное Выявление И оказание Комплексной Помощи Семье Вот Насчет выявления Динара Болотовна Как это должен Инструмент работать Как мы будем Выявлять Я сказал уже Придут ко мне Социальные работники Ну Я не пущу Да Я поняла О чем вы говорите На самом деле Все участковые службы Мы вот уже Два года Проводим Пилот Организовали Во всех регионах Группы оперативного Реагирования И как раз Сейчас уже Пытаемся Инициативу Депутатскую Внести О том Чтобы создавалась Системная Инфраструктура По работе С семьей И вот говоря О выявлении Каждый участковый Знает На его участке Сколько домов Какие семьи Там живут С какими проблемами Они встречаются Всегда Когда рассматривается Изучается Преступление Которое уже К сожалению Случилось Или случай трагический Обязательно Как она говорит Знали соседи Знала КСК Знал участковый Что семья Находится В таком положении Но к сожалению Участковый Очень часто Сообщает В Акиматы Но Акиматы Не реагируют Почему Потому что В структуре Акиматов Нет звена Которая бы Отвечала За семью У нас есть Управление Соцзащиты Здравоохранение Образование Но у каждого Из них Узкая Специализация И они Все работают По заявительному Принципу То есть Получается Круг замкнулся Да Получается Круг замкнулся Да И поэтому Мы выступаем За то Чтобы В рамках Акимата Или за управлением Социальной защиты Закрепили функцию По работе С семьей И ответственность За результат По выводу Семьи Из трудной Жизненной ситуации И выявление Работая вместе С участковыми Службами Тем более Сейчас создается Социальная карта Динара Булатова Это все конечно хорошо Если вы закрепите За кем-то Что-то там Делегируете Эти полномочия Кто это будет делать Нет Не делегировать А закрепить Вот я и говорю Во-первых Закрепить эту функцию Второе Кто это будет делать Сейчас открываются Центры поддержки Семьи Во всех регионах Это по сути Руки и ноги Должны быть Этих управлений А Акиматы На сегодняшний день Не могут определиться В каком же управлении Открыть Действительно Не могут Почему Потому что у нас нет Управление Которое бы отвечало За работу с семьей И тогда Структура Выглядела бы так Управление Например Социальной защиты Или управление По делам семьи Если его создали бы Которое занимается семьей Центры поддержки семьи Которые уже Как руки и ноги Бы полностью организовывали Сопровождение семьи Правовое Социальное Психологическое Для вывода семьи Из трудной жизненной ситуации И участковые Которые бы Эту информацию Соответственно Передавали В эти центры поддержки семьи У нас очень много примеров Когда по 27 лет Жили без документов Родив пятерых детей И родители И знаете Именно в таких случаях Когда они сталкиваются С ситуацией Когда сами Они себе помочь не могут И ему никто не помогает Как раз таки Происходят такие случаи О чем мы сегодня говорим Трагические случаи У нас в год 4600 детей Поступают в детские дома И в центры адаптации Несовершеннолетних 342 человека В день подвергаются Семейно-бытовому насилию Каждый день В отношении 6 детей Совершаются Уголовные преступления И все это Последствия Отсутствия Системной работы Семьи Поэтому Вот такую структуру Обязательно Необходимо создать Ну вот страшные Конечно Страшные цифры Озвучил Я бы хотел добавить У меня единственный вопрос Разве участковый Не должен следить За своим участком Он должен следить А есть Патронатное какое-то Наблюдение Которое приходит На постоянной основе Проблемная семья А почему должен Акемат Разве не правовое поле Правовое поле Участковый инспектор полиции В случае сообщения О правонарушении В сфере семейно-бутовых отношений Участковый регистрирует Закон хорошо говорит О профилактике Профилактика О профилактике А мы работаем Получается постфактум Да, мы работаем постфактум Ну а почему не профилактика Почему тут не работаем Примитивные меры есть Как раз Инструментом профилактики Будет являться Если на сообщение Участковых Акемат Будет реагировать И оказывать Помощь комплексную Семье вовремя Когда участковый Только выявил проблему А не когда Уже произошло последствия Вовремя сообщает Это служба Акемата Не реагирует Почему? Потому что нет Такого звена Которая бы за это отвечала Нет, ну вот я Я понимаю, что Помощь в помощь В каком плане То есть Должно приходить Должно приходить Социальный работник Социальный работник Должно приходить Домой и говорить Мне, чтобы я не убил жену Или как это Как это будет выглядеть Нет, нет Смотрите 70% всех преступлений Связано именно с нерешенностью Социальных вопросов У людей нет Элементарно свидетельств Иинов Документов Нетрудоустроенность Злоупотребление Алкогольными напитками Там нужно лечение Нужна документация Нужна помощь В устройстве на работу Помощь в устройстве детей В детские сады Помощь в постановке Очередь на жилье Помощь в получении пособий На которые они имеют право И не получают Потому что не знают Динара Блатовна Я слушаю вас Такое ощущение Как будто мы живем В детском саду Нужно вот прям за ручку взять И куда-то всех отвезти То есть вроде бы взрослые люди Да Вы знаете Вот я на практике Я работаю с такими семьями Каждый день В одном городе Астане Мы за три месяца Выявили более 120 семей О которых не знал Акимат Которые в ужасающем положении находятся У людей 27 лет не было документов Мальчик 14 лет Никогда не был в школе И находился в одной комнате Девочка 9 И мальчик 13 лет Никогда не были в школе И так далее И так далее Все это почему Когда семья находится в кризисе В глубоком В трудной жизненной ситуации Неблагополучии Когда там алкоголизм И так далее Они уже сами Не идут за помощью Эти люди Понимаете Очень часто Или обращаясь за помощью Не получают Отзывчивых Да Отзывчивых сотрудников Которые взяли бы за руку И пошли Давай я с тобой Пойду помогу Получить тебе документы Но он и не только Потому что отзывчивый Потому что он не успевает Их мало Их мало этих сотрудников А например Центр вот Джануя В Астане Они за руки взяли И вместе с этой мамой Которая с 5 детьми 27 лет Жила в Качетарке Без документов Даже без ИИНов И соответственно Не могла обращаться Ни в больницу Ни в школу Дети не ходили Они ее за руки взяли И помогли ИИН сделать Потому что она одна Не смогла это сделать За все это время Анна Игоревна У меня вот такой вопрос А что у нас В богатых семьях Такого не происходит Только вот все бедные Незащищенные Я говорю 70% Случаев связанных С решенными социальных вопросов 70% Есть проблема Во-первых У нас Когда мы говорим ТЖС Мы имеем трудно жизненность Но туда попадают Только жертвы бытового насилия У нас нету Отдельно выделенной категории Семья в трудно жизненной ситуации Поэтому с ней никто не работает Потому что они не являются получателями Услуг Трудная жизненная ситуация Они не являются получателями услуг И для них нет специальных проектов Для сопровождения Ну а что понятие Трудная жизненная ситуация Ну это малообеспеченность Недокументированность Неблагополучие Но это вот Давайте вернемся к вашему вопросу Насилие может быть И в обеспеченной семье И в очень обеспеченной семье И здесь конечно Мы решим часть вопросов Если у нас Мы будем мониторить эти семьи Потому что эти семьи Изначально не приучены Нам сейчас нужно Возможно мы несколько лет Будем ходить их выявлять Через какое-то время Люди привыкнут И начнут сами уже идти за помощью То есть мы будем воспитывать Вот как раз где трагедия произошла С детьми Да вот трое детей И отец повесился Они не были неблагополучными То есть мать и отец Были вроде бы трудоустроены Вроде бы работали в пекарне На самом деле Вот здесь у нас нет подробностей Мы не знаем Работали официально Неофициально Какая у них была зарплата Хватало или не хватало У них маленький ребенок Женщина с 10-месячным ребенком Идет на работу Остается дома мужчина Почему женщина хотела развестись То есть здесь еще один момент Когда женщина хочет развестись То есть еще один момент профилактики Семью, которую хотят Хочет развестись С ней должны работать психологи Но психологи-медиаторы Не должны работать Беря традиции Говорят все, примиряйтесь Примиряйтесь Чтобы через какое-то время Семья распримирилась А потом к нам вернулась Но в худшей ситуации Статистику нам не портить В худшей ситуации На самом деле Нужно рассматривать Если есть проблема То нельзя их примерять Пока психолог не поработает с одной стороной, с другой стороной, и пока они сами не придут к выводу вообще, хотят они быть вместе или нет. Возможно, здесь и были, наверное, и думаю, что подозреваю, психиатрическое, наверное, отклонение к жене. Да, скорее всего, потому что на ровном месте суицидарной наклонности не появляются. И потом он совершил убийство. Давайте будем говорить. Это вообще, я когда прочитала, я сутки, я была в ужасе. Он, во-первых, совершил убийство. То есть дети уже это понимали, он это видел и делал. То есть он казнил, собственно, детей, собственно говоря. То здесь явно, мне говорят, мне сказали, может быть, нет, это как бы не было. Однозначно, мое мнение, однозначно это был какой-то реактивный психоз, чем-то вызванный. Возможно, где-то вот он теплился, потом какие-то обстоятельства. Дина Рабаналдовна, вы как, вы знакомы с этим случаем же, да? Вы знаете, да. Сейчас как-то на контроле или нет это вообще? Конечно, в любом случае такое насилие, такие преступления, ну вот как Анна только что назвала, как есть, да? Это невозможно оправдать ничем. Но обстоятельства, которые к этому привели, вот они как раз-таки заставляют задуматься. Эта семья жила на 9 квадратных метрах в общежитии или вот комната, да? Во-вторых, с 10-месячного ребенка мама вынуждена оставлять идти на работу. Почему? То есть, значит, в семье было очень сложно. И вот именно нерешенность вот этих социальных проблем, она зачастую приводит и к различным сдвигам, и в психике, и так далее. Когда человек уже не видит выхода, и у него начинаются сдвиги в психике, и так далее. В любом случае, это не оправдание таким поступкам, но тем не менее, это оказывает свое влияние. И поэтому мы очень большое внимание уделяем именно решению социальных вопросов. Второе, конечно, вот вы говорите, не только в семьях с трудной жизненной ситуацией происходят такие случаи. Конечно. И здесь вторая составляющая, очень важная, это неотвратимость наказания. То, о чем многие общественники говорят, что необходимо усилить наказание за преступления в семейно-бытовой сфере. Об этом говорил президент, давал поручение. И вот в данной сфере именно МВД недавно презентовала пакет изменений, в которые учли предложения наших депутатов. В принципе, это очень большой шаг в данном направлении. Это применение мер административного воздействия без заявлений. Вы сами сегодня сказали в вашей передаче, что около 100 тысяч заявлений, но 60% не доходит. Потому что очень часто отзывают заявление. Сейчас как раз МВД предлагает, чтобы не было таких случаев применения мер административного воздействия без заявлений. Потом предлагается исключение примирения при повторном. Мы предлагали сразу, но МВД поддержало при повторном совершении легкого вреда, побоев. Устанавливается точный срок наказания. Раньше было до 10 суток, например. И суд чаще всего давал сутки или трое. За сутки или трое ни один агрессор вообще в принципе не успевал сделать выводов. Он наоборот возвращался домой еще более злой, еще сильнее избивал свою супругу, к сожалению. Кстати, вот поправки 2017 года убрали такое понятие, как декриминализация побоев. То есть из уголовного кодекса эта статья была изъята, насколько я понимаю. Ну да, в целях криминализации стояло именно ужесточение наказания, да, так скажем, чтобы было адекватное наказание за совершенное деяние. Динара Павлатовна, я вынужден вас прервать. Нам тоже нужно прерваться. Небольшая пауза, после чего мы вернемся в студию и продолжим. Итоги снова в эфире. Я приветствую всех тех, кто только что к нам присоединился. Сегодня обсуждаем домашнее насилие. Неделю назад казахстанцев подрисла новость об отце, который убил своих троих детей. Самому младшему было всего 10 месяцев, а после покончил с собой. Вечером 11 декабря в одном из домов села Атамикен Мунайлинского района произошла страшная трагедия. Соседи увидели в окно повешенного ребенка. Когда они бежали внутрь дома, то нашли 4 тела – мужчины и троих детей. Отец расстраивался со своими малолетними детьми 8 и 4 лет, а также 10-месячным малышом, после чего покончил с собой. В телефоне мужчины оперативники нашли аудиозапись, отосланную своей жене с угрозой убить себя и детей. Известно, что в семье не все было ладно, и пара намеревалась развестись. Ну, не знаю, является ли это оправданием, что не все ладно, и убивать детей, это как-то… Не знаю, у меня не укладывается в голове, насколько это нормально, ненормально вообще, то есть о нормальности вообще речь может идти здесь или нет. Сколько таких случаев должно произойти в стране, чтобы в головах наших граждан все-таки как-то отложилось, что вот никакой не позор, никакой страх не может повлиять на смерть, то есть смерть – это уже все, это конец пути, то есть, а и смерть детей – это, я не знаю, сколько должно быть таких случаев произойти? К сожалению, это не только присутствует в Казахстане, во всем мире это есть, да. Если сравнивать с мировым, кулишем мы заговорили, не только в Казахстане, вот насколько там на тысячу человек, на сто тысяч человек у нас такое вот насилие если. Статистика что нам говорит? Статистика Казахстана, я в мировую сейчас не могу привести, но статистка Казахстана говорит, что более 800 правонарушений совершается в сфере семейно-бутылых отношений. 800 чего? Правонарушений, уголовных правонарушений. В день или что? За 11 месяцев. За 11 месяцев было совершено. Но у нас вот данные, например, за 11 месяцев, мы сейчас чуть больше, чуть попозже, за 9 даже месяцев, что больше 61 с половиной тысячи. Это административный правонарушений. А уголовный это уже где? Нет, нет, нет. Это административный, 158 тысяч было преступлений. А 61 с половиной тысяча домашнее насилие. Из 150 тысяч? Да, да, да. За какой период? Что-то неправильная статистика. А, это 2021. Прошу прощения. А ну вот получается, по словам министра внутренних дел, за 9 месяцев 2022 года уже зарегистрировано больше 100 тысяч. Можно графику нам, режиссеры? Сигналов. Вот, да, вот сейчас это сигналы правонарушения. А правонарушения, да. Вот, да, вот эти сигналы, получается, 100 тысяч случаев уже в этом году поступили сигналы. Но, но, но самое главное, что 60% всех 16, 60% не дошли до суда, чтобы отдыхать разбирательство, потому что приезжают. Перейдите заявительного на выявительный характер правонарушений. Что мешает? Ничто, сейчас мы уже предлагаем внесли соответствующие законодательные поправки, находятся в мажилисе парламента. Мы вот, как коллега озвучила, мы переходим в первую. Ну, вот смотрите, закон о профилактике бытового насилия, я сейчас протестирую, просто был принят в Казахстане в конце 2009 года. И вот, несмотря на то, что он все-таки отвечает всем мировым стандартам, эксперты называют его косметическим неотвечающим потребностям. Почему? Ну, потому что он не охватывает все. Во-первых, время изменилось. Во-вторых, мы же хотели три года назад, когда мы предлагали, что нам необходимы извинения. Потом его просто захейтили, да? Ради чего спрашиваются? Кто от этого выиграл? Вообще, я считаю, что, знаете, у женщины, вот что бы мне не говорили... Вот нам нужно было председательство в ОБСЕ, и нам нужно было принять этот закон, да? Я правильно понимаю? Нет, закон нам нужен, чтобы защищать женщин и детей. Но больше детей. Почему? Потому что, что бы мне не говорили, женщины, только если он совсем не социопат, 90% есть выбор, оставаться с этим мужчиной или уйти. У ребенка выбора терпеть ссоры родителей или подвергаться бытовому насилию нет. У нас ребенок, например, мне не нравится то, что у нас... Вот выявляют там какое-то в отношении ребенка жестокое отношение, его оставляют с родителями до второго раза. Как второй раз уже, если трехлетний или четырехлетний? Социальный работник или как? Психологик? Не важно, там в садике увидели, соседи позвонили, не важно. Вот выявили факт. Вот родители вызвали на комиссию, говорят, вот еще раз будет жестокое обращение, там все, будут какие-то меры принимать. И никто не контролирует. А ребенок второй раз, если он маленький, как он обратится? Он не обратится, а этот родитель уже сделает все, чтобы не попасть. У нас есть жестокое отношение и со стороны женщин, к детям. И со стороны отцов, к детям. Сколько часто становятся дети разменные монеты в отношении родителей? Да, постоянно. Постоянно. При бракоразводном процессе дети всегда являются разменной монетой. Родители меж собой не могут решить какие-то вопросы и ребенок всегда является родием. Сима, что я хочу сказать, 5 лет назад это обсуждали и 10 лет назад это обсуждали. 10 лет прошло. Выросло уже одно поколение. Мы будем постоянно это обсуждать, потому что мы будем как догоняющие. То есть, да, мы будем постоянно догоняющиеся. А я вам сейчас объясню, почему. Потому что дети видят, это насилие, а они думают, что это норма. Вот, теперь я к этому не хочу. То есть, он вырастает, начинает видеть. На самом деле, смотрите, что такое, допустим, семейное бытовое насилие? Это взаимоотношение мужчины и женщины. К сожалению, у нас дискоммуникация. Мы не умеем общаться. Мы не умеем общаться на дороге. Вот мы показывали, да, ПДД было. То же самое и в семье и так далее. С чего вообще нужно? Нужно идти в глубину, нужно искать причины. Это значит, что мы не можем научить наших детей нормально взаимоотношения. Мы не можем даже нормально коммуницировать между собой, если у нас бытовое насилие. Поэтому, смотрите, нужно что-то делать. В общем, начиная с школы, нужно быть коммуникацией. Нужно научить, как есть кризис менеджмента, есть кризис коммуникации. Мы должны детей учить в школе. Как решать конфликции. Как решать свои проблемы. Вот, допустим, есть какая-то проблема в школе между двумя мальчиками, нужно научить их решать. Между мальчиками и девочкой нужно решать, откуда все это идет. Если в школе, допустим, мальчишка играется с девочкой за косичку, допустим, дергает, это вот это вот начало семейно-бытового насилия. То есть оттуда мы должны обучать. А на самом деле это... Нет, чувства выражать. По-разному дергать. Воспитание, мы говорим по международному опыту, на самом деле, оттуда все идет. Это идет с воспитанием. То есть мы должны сейчас обратить внимание, мы не должны сейчас... А вот менталитет, традиции. Знаете, это понятно, и учитывая менталитет и традиции, мы должны сейчас срочно вернуться к тому, чтобы правильно воспитывать наших детей. иначе вот эта проблема тени через диски и через вес еще раз больше скажу это еще хуже будет сейчас то что он видел это на самом деле это мы видим только вот часть айсбергенал я понимаю что да это еще на обращение и все-таки реальная статистика и поэтому правильно сказала что на самом деле в акимате нет звена который за это отвечать я вам больше скажу если взять допустим полностью государства кто какого-то комитет комитет молодежь молодежи и семьи на самом деле опять же если международный опыт нам нужно ли выживаться 13 лет и бежали на профилактике почему у нас вот этих инструментов нет тогда вот видят это все наверное у нас теоретически все это есть но на практике значит плохо работает с вопросами тут есть нужно признать да есть пробелы в законе допустим сейчас вот динара блатна привела пример да участковый выявил семью где семья находится в трудной жизненной ситуации то участковый сажает посадил свой на свою машину эту семью и ве возят весь день потому что нету четкого алгоритма дальше то есть у него свои задачи да но тем не менее я в астане живу уже почти 10 лет без малого я как бы пришли человек сюда я с петропавловска сам я за 10 лет ни разу не видел своего участкового я я поменял места жительства не приходили знакомиться просто это плохо на борт мы должны в лицо где-то фотография висит но в живую я не видел не общался что я за человек то я не хотела по поводу профилактика это не только когда мы ходим читаем лекции рассказываем обучая профилактика это и помощь семьям в трудной жизненной ситуации ночью с участковый должен знать что у него происходит на участке или нет конечно по идее да вот пример у узбекистана там например участковые при переехала семья до маха ли он знает всех что у него живет мне очень нравится у них там есть у них махаля маленький район там есть по делам семьи ответственной вот переехал участковый пришел познакомиться да здравствует переехали но в европейских странах тоже приходится то любой здравствуйте у вас есть прописка нету все так приходить за низ соцслужба давайте поможем с пропиской но в европейских странах они не боятся службы потому что при им сразу дают помощь они знают что это им не враг они знают что со служба и вообще государства это не враг это помощь это помощь как мама попала в больницу вот так вот люди боятся что придут их там как-то раньше у нас была такая система когда семья попадала трудно жизненную ситуацию можно было временно разместить ребенка раньше называлась цена вот сейчас ну такую практику отменяет то есть мама не может если она осталась на улице с детьми временно разместить ребенка на 3 на 6 месяцев вот теперь туда принимать только брошенных детей или детей поддерживаться насилия это тоже риски потому что она остается с детьми на улице это тоже риски и она вот именно вот эта вот категория скажем так неблагополучной ситуации в крестный центр по бытовому не может пойти мы берем не можно уехать к маме к папе кровь не у всех есть мамы не у всех мамы есть где жить у мамы есть очень много моментов лучше остаться пускай убьет меня пускай убьет детей вот смотрите мы даже не так все плохо что надеется государством что мы не могли например вот временно есть для размещения детей женщина осталась трудно же ситуация она знает что она может до ребенка круглосуточный садик разместить приходить его намещать сама это время чуть-чуть там поработала и привела себя нет у нас нет нам это надо нам это надо у нас этого нет нас раньше то было сейчас отменили вот сейчас новые поправки которые будут это учтено и линии вы озвучили хорошо в германии который мы тоже изучали этот опыт у них там есть центр интервенции интервенции там есть определенные специалисты которые работают так как с жертвами такие агрессоры мы бытового правонарушения в том числе и с детьми которые были участниками и видели это все бытовые на правонарушения я вот хочу добавить словам свои коллеги получается вот мы работаем в основном с жертвами бытового насилия а с агрессорами у нас никто не работает агрессор который но вы как Vergleichу два налитора что должны есть работать именно с агрессорами это должно быть в законодательном порядке психолог он должен ходить психолог он не ходит психологом мы центре стараемся то есть у нас есть понятно в судах сидят психологи нас есть примирительные процедуры когда мужчина приходит психолог и мы говорим пок служить и вместе на терапии есть мужчины который сознательно горит до хорошо мы походим вместе и семью пытается сохранить пытается контролировать свои эмоции. Есть мужчина, который говорит, я что, ненормальный, я не пойду к психологу. Мы говорим, извините меня, психиатр и психолог разные вещи, но пора бы уже это знать. Уже прям стыдно этого не знать. Ну нет, для него это, скажем так, его чувство собственно достоинства задевает это. Вот. И применить никак нельзя. Вот, нужен закон. И еще у нас есть проблема у нас вмешательства старших родственников и родственников со стороны семьи, когда они контролируют и женщины более старшего поколения. Это уже менталитет наш, да, получается? Да, более молодых женщин говорят, так, давай, в отношении, будь жестче, крепче, ударь ее, когда свекровь говорит там. А ты терпи, да? А ты терпи, ты должна, ты прям уже рот не открывай, а деньги мне все давай, я как мать распределю. И она сыну своему жизнь ломает, она не дает ему быть мужчиной распределять свое, и ломает семью. И это проблема. Ну, как-то решить ее можно или нет? Можно, вот, как говорится. Я вот, знаете, еще хоть подобавляю такую вещь, как можно узнавать, допустим, проблемы в семье? Через детей. Если взять, допустим, да, там в стране, у нас 19 миллионов населения, там 70-80% так или иначе связано с образованием. Это среднее образование, высшее образование. Пример в США, допустим. Я был в американских школах, я видел такую интересную вещь. Если вы видели в аэропортах, допустим, заходите в уборную, выходите, и там всегда есть кнопки понравилось, не понравилось, мнение, кнопку нажимаете. То такие же примерно есть в некоторых университетах, ой, школах США. Там же есть такие боксы. Приходит ребенок, допустим, обязательно, когда заходит, он нажимает мне хорошо, мне плохо или же не очень. Он нажимает. Настроение, да. Поэтому настроение, допустим, если психолог уже видит, значит, кто-то, допустим, допустим, не знаю, Джеймис пришел без настроения. Все, это уже что-то уже... Сигнал. Да, сигнал. То есть психолог приходит, разговаривает с ним, узнает, какие проблемы. Вероятно, с его семьей проблемы. То же самое через вот такие вот специальные коробки. То есть через детей они узнают проблему ребенка и семьи. Чтобы ребенка протестировать, нужно взять письменное согласие, письменное согласие с родителей. И некоторые родители не дают этого письменного согласия. Да, еще это касается преступлений. Когда преступление совершено, когда ребенок примирился или не дает его опрашивать. Или там, если, например, отчим совершил в отношении ребенка что-то, матери защищает отчима, да, у нас есть такое. Мы должны, да, продвигать закон о правах ребенка. То, что ребенок должен быть в приоритете во всех отношениях. Его безопасность и здоровье должна быть у нас в приоритете. Нас не так много. Мы должны беречь свое поколение. Поэтому большое внимание уделять психологам в школах через детей, на самом деле. Говорят же, дети на самом деле рассказывают все, как есть. Через детей можно будет узнать. Все, то есть не надо с семьей ходить. Опять же, это меньше работы для правоохранительной системы, опять же, для участковых. Получается, нам полностью нужно закон переработать. Вероятнее всего. Но через детей узнавать гораздо лучше и гораздо лучше. Ничего страшного нету. А лучше один раз принять нормальный закон и потом получать с этого пользу. У вас приходят пары вообще на консультацию? Четыре тысячи учеников школы и один психолог. Конечно, это нормально. Должна быть психологическая служба. Ничего не будет. Психологов должно сидеть в школе. И с учителями психологи должны работать. Но, кстати, четыре тысячи – это очень большая школа, переполненная. Две тысячи – это много. Психолог должен работать. Но они же не все угнетенные. Не все. Психолог должен работать с учителями. И через учителей смотреть, потому что учителя про своих детей знают. А детей они должны тестировать. А если что-то не то, тогда уже подключаться должны какие-то службы. Светлый Лиманов, вот вопрос. Часто ли к вам приходят семейные пары с какими-то там неурядицами и пытаются решить их? Мы в департаменте полиции города Астана в течение трех лет работаем с бытовой насилием Гульмира Шрахметова. И в этом году у нас 300 семей прошли. То есть вы как, в первую очередь, уговариваете, чтобы сохранить семью? Или все-таки... Нет, мы смотрим, как у них вообще складывается ли. Мы как бы сильно на это не делаем уклон. Проблема решается здесь. Вот с чем это связано, например. Это может быть ревность в основном. Либо какая-то у них психологическое давление постоянное. Либо там деньги отбирает, либо там, не знаю, там постоянно какой-то контроль. Чаще всего ревность. Хорошо. Это как-то лечится? Правильно говорить, я не знаю. Если, конечно, вот хорошо здесь озвучено было, что они, вот мужчины, не ходят к психологу, а женщины стараются. Женщины, да, работают над собой. И потом она уходит иногда, потому что она понимает, что мужчина не хочет меняться. И потом говорят, вот психолог, виноват. Нет, виноват мужчина, который не хочет поменяться. То есть он понимает свою проблему, но признать ее иной раз не хочет. Ревность, она чаще связана не с любовью, а с контроль. Мужчина не совсем себя уверен, но начинает женщину контролировать. И вот, вы знаете, я извиняюсь, на самом деле мы же говорим, вот мы говорим себе, бытовое насилие избил. Кроме этого, это вот, допустим, вот у нас в кризисный центр за год приют попало больше ста женщин, которые там жили. Но эта часть, больше там четырех ста, вообще больше четырех ста женщин и полтора тысячи детей вот у нас там мы за год посчитали, это люди, которые приходили не в бытовом насилии, а в ситуациях около бытовых насилия. То есть она уже понимала, что нужно что-то делать? Они уже развелись, они уже давно вместе не живут. Но мы не говорим о том, что продолжается психологическое преследование, манипулирование, порча имущества, вот эти вот разводы, имущественные разводы, уже не семь лет не живут, они все еще делят детей, настраивают. А закон вообще никак не хранится людей? Я вот не могу понять, вот, никогда не сталкивался с этим? Надеюсь, никогда не столкнулся. Есть, есть защитные предписания, которые выносятся в отношение жертвы, в отношение, чтобы не приближаться, не посещать, не разыскивать, преследовать, какими иными путями. Насколько это эффективно? Это эффективно, это работает? Сейчас с начала года вынесено более 8 тысяч. Я по городу просто не скажу, более 7 тысяч защитных предписаний вынесены нами, на канал 102, 16 тысяч звонков поступило, и более 4 тысяч агрессоры были привлечены к административной ответственности. Вот административная ответственность, давайте про нее как раз поговорим. Это что? Это арест. На 5 суток? Да. То есть человек 5 суток отсидел, приходит домой еще более разозленный. Не всегда 5 суток, не всегда. В санкции прописано до 5 суток, да, допустим, судья дает, допустим, сутки. Не, ну я говорю, тут он отсидел 5 суток по максимуму, хотя было 20-25, да, до уголовного кодекса, когда изъяли эту статью. Вот, 20-25. Почему пошли на... Мы сейчас ужесточаем эту ответственность до 25 суток. Да, но было раньше так же. Или я путаю что-то? Вы путаете сейчас, да. До 20 суток. Раньше было до 20 суток. До 20 суток. До 20. Сделали до 5. То есть, зачем? Действующие редакции до 5 суток. Ну, сейчас мы убираем до и определяем конкретные сроки. 10 суток, 15 суток, 20 суток. Я предлагаю вам посмотреть наш блиц. Мы вышли на улицу и опросили граждан страны. Что они думают о бытовом насилии? Сталкивались или не сталкивались? Давайте послушаем. Нужно бежать. Не исправить ничего. Если один раз такое случилось, то будет второй раз, третий и так далее. У нас просто законодательная часть, мне кажется, в этом плане немножко плохо работает. Не говорит о том, что это и второй раз не повторится, нет какой-то защиты. Тем той стороне, которая, например, страдает. Не такое серьезное, я думаю, что, может быть, можно решить со специалистами, психологами или какими-то специальными людьми, которые занимаются этими делами. А так, если что-то серьезное и угрожает жизни человека, мне кажется, что в любом случае надо обращаться в полицию. То есть, искать какую-то защиту. Социальное положение может быть, жаре всего, на первом месте. Зарплата, уровень, то есть, как бы, доход людей. Поэтому, мне кажется, за это. И мне кажется, если уже это насилие имеется, то уже, мне кажется, уже не бесполезно что-то сделать. Нужно просто уходить и все, как говорится. Мне кажется, если уже один раз было, то оно повторится, мне кажется. Да, я думаю, что если человек поднимает руки на своего ребенка, то его уже не исправить. Ну, чтобы женщины не молчали об этих случаях бытового насилия. И, ну, создать, может, какие-то курсы, чтобы, ну, девушки были увереннее в себе. Если человек получил хорошее воспитание в семье, значит, получил, как бы, основы знаний психологических, общения друг с другом людей, при создании семьи, эти гендерные различные отличия, то при создании семьи вот этих знаний у нас у многих не хватает. Поэтому отсюда идет вот это семейно-бытовое насилие. Человека исправить невозможно, если это тем более взрослого. Если женщина особенно почувствовала первый раз насилие над собой, то она просто должна покинуть этого человека, несмотря ни на что. И потом дети тоже, видя вот это насилие над своей матерью, они это перенесут дальше в свою семью. Вот вроде бы все понимаем, все знаем, но что-то не так. Сытовое насилие носит цикличный характер. И зачастую женщины, которые подвергаются насилию, они верят словам агрессора, обещаниям и продолжают даже терпеть. Обещают деньги, обещают платить вовремя. Понимаете, вот произошел случай насилия, она бывает, что и уйдет от него. Потом он говорит, все хорошо, я буду там давать деньги на садик, на одежду. Несколько месяцев дает, потом она говорит, ну да, мы не живем вместе, но ты должен обеспечить своего ребенка, потому что, прости, сейчас цены высокие. И у него опять агрессия. И знаете, в чем я считаю еще проблема? Давайте те пары, которые уже не живут вместе, не будем считать как бытовое насилие. Это уже все. Они не партнеры. У них должно быть более жесткое наказание, однозначно. За преследование должно быть введено жесткое наказание. Вы сейчас говорите, не живут вместе или разведены? Это два разных понятия. Ну, разведенные, не проживающие вместе. Не проживающие вместе, давайте. Потому что бывают разведенные, не ведущие, знаете, как надо сказать, не ведущие совместное хозяйство. То есть они могут проживать на одной территории, потому что не могут квартиру разменять. И он по отношению к ней пакостит. Бывает же такое? Бывает. То есть здесь уже должно быть очень жестко. Потому что человек должен... Должно быть, но такого нет у нас. Пока нет. Возможность себя защитить. Это первое. А второе, мне очень понравилось, вот когда вы сказали про опыт Германии и про опыт США, там же, если преследование есть, это однозначно уголовное. Это однозначно там... Он, если даже на улице вот стоит, она звонит в полицию, говорит, он стоит напротив моего дома, потому что психологическое преследование, самое противное во всех этих моментах. И он может получить два года тюрьмы. Его это пугает больше, чем... У нас был случай, агрессор мужчина в месяц 25 заявлений на свою бывшую супругу написал. Да, и такие есть товарищи. И вот по всем инстанциям бедную женщину, у нее двухлетний ребенок, вместо того, чтобы заниматься воспитанием ребенка, она по судам, по всем инстанциям. Да, я соглашусь, кульмирую, это тенденция. А его нельзя привлечь за... Как он, донос или как он называется? Мне кажется, это такое ментальное нарушение, и вот это называется сутяжничество. То есть мы с этим сталкиваемся. То есть мужчина, он пишет жалобы на все, на соседей, которые сообщают в полицию, на кризисный центр, на полицию, на судью. Бесконечно он строчит жалобы. Да, я считаю, что за это надо наказывать. То есть одно дело, когда это по факту, а другое дело, когда он просто оговаривает. Если женщины такие, которые делают, тоже заметите. Это должно быть равнозначно в отношении ко всем. То есть если факт есть, есть. Если факта нет, и там 50 жалобы. Вот Максон Бек сразу хотел спросить у вас. Все-таки вот вы тут мнение, что абьюзерами часто выступают не мужчины, а женщины. Вот вы согласны с этим? Знаете, вот часто, вероятно, всего так, но мы встречаемся и с отцами, и с мужчинами, которые тоже... Союз отцов, представляете. Да, тоже бывает, когда со стороны женщины есть психологическое давление. Очень легко, наверное, доказать то, что вот именно физическое насилие, допустим, да, а вот психологическое, допустим, насилие... А как оно проявляется? Ну, смотрите, разные моменты. Вот только что мы, когда заходили, то есть готовились к передаче, тоже рассказывали, что если женщина постоянно звонит мужчине, к примеру, пришел домой, не пришел, где ты сидишь, с кем ты сидишь, и так далее. Это же то же самое, допустим, да. Это тоже один из видов, допустим, держать где-то... Да, это тоже неправильно. И так далее. Поэтому истерики. То есть таких моментов много. Или же, опять же, да, вот респондент очень правильно заметил, что на самом деле это все не с ровного места начинается. Здесь проблема, в основном, с мужчин, с которым мы общаемся, они говорят, что проблема, на самом деле, первое, это безработица, либо же человек не может найти другую работу. Какие-то социальные проблемы. Социальные проблемы, неустроенность в жизни. Закредитованность очень большая, да. Финансовая неграмотность, есть такие проблемы и так далее. Но, с другой стороны, если мужчина не получит, допустим, он остался без работы, например, не может другую работу найти. Знаете, за эти два миссия, да, очень жена, к сожалению, может и пилить каждый день за это, понимаете. А вместо того, чтобы как-то понять, помочь, я не знаю, выслушать, бывает это... Поддержка для мужчин. Поддержка должна быть, да, со стороны женщины все очень поддержки. Все, большое-большое вам спасибо, уважаемые эксперты. К сожалению, наше время истекло. На этом все. Выводы делать вам. Я передаю слово новостной службе. Мольдер, добрый вечер. Кешарк, Сергей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!